Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение для Украины 50 миллиардов евро от Европейского Союза. Об этом он сообщил у себя на странице в сети Икс. 14 декабря в Брюсселе началось двухдневное заседание Европейского Совета с участием глав государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза. Переговоры лидеров ЕС продолжались до глубокой ночи. После их завершения президент Евросовета Шарль Мишель сказал, что дискуссии разворачивались не только вокруг финансирования Украины. Присутствовавшим предлагалось принять большой пакет, в который также вошли расходы на миграционные программы и финансирование фонда солидарности ЕС и обороны. Однако, как сообщает Унян, ссылаясь на источники, без участия Орбана политикам Европарламента все-таки удалось принять решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС. Так, несколько представителей Евросовета утверждают, что Орбан сознательно пропустил встречу во время голосования за решение в отношении Украины. Все остальные страны поддержали начало переговоров с Киевом, 26 голосов за и одна страна воздержалась. Да, мы приняли решение без присутствия Орбана, но не за его спиной. Он знал, что будет голосоваться это решение и вышел из комнаты. Осудили позицию венгерского премьера относительно Украины лидеры Европейской партии «Зеленых» Томас Вайц и Мелани Фогель. Как сообщает The Guardian, политики призывают отказаться от принципа квалифицированного большинства голосов при принятии внешнеполитических решений ЕС. Это случай, когда один лидер может выступать троянским конем для Путина и заблокировать весь процесс помощи Украине, показывает уже в который раз, что принцип консенсуса между европейскими государствами-членами по вопросам внешней политики мешает ЕС принимать правильные решения. Отметим, близкий союзник Путина Орбан не раз вставлял палки в колеса, выступая против Украины. На прошлой неделе премьер-министр Венгрии назвал Украину одной из самых коррумпированных стран и выступил против ее членства в ЕС. Уже перед началом решающего саммита европейских лидеров он заявлял, что Украина якобы не выполнила 3,7 рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров.